Кто ты? Шукра Рахман. Что у него в руках? Посух. Кто у него на голове? Рада. Кто? Рада. Каким путем рада? Объясни, почему это рада? Если даже непосредственно из-за вот этой картинки. Прошу. Ну, может быть, не рада. А кто? Рада. Почему? Ну, потому что Шукра Рахман стал идеальным священнослужителем. И Всевышний сказал, что он теперь его слуга. И будет жить в его волосах. Ну, шось таке. Ну, не совсем так. То есть, он сказал, что он его слуга. Это когда Саагаста пожертвовали. Когда десяти рад, отец Саагаста пожертвовал его Шукра Рахману. Тогда Саагаст стал слугой Шукра Рахмана. А позднее уже, чтобы это все дело закрепить и подтвердить, уже после того, как рада откусывала грехи, Всевышний проявился именно в виде льва. И видно, что это лев хотя бы даже из-за гривы, потому что у львиц грива другая. Чуть-чуть. Вот. Что у него с посохом? Ну, сделал и посох, похожий на метлу. Но не об этом. Он, у него в посохе есть копия наименьшего аллатара. Да. И он огненный, потому что в одно время Шукра Рахман заменил трех богов огненным. Не-не-не. Огненный его посох не из-за того, а из-за того, что Шукра Рахман является священнослужителем. И он несёт знания, и то, что он носил зажжённый посох, особенно ночью, это было вот, ну, ночью темно, особенно там в древности фонариков нету, допустим. А он идёт с горящим посохом, освещает всю долину. То есть он, то, что он несёт свет и знания в символическом смысле, он это демонстрировал тем, что он нес зажжённый посох в физическом смысле. А позднее, да, он заменил трёх богов огня, всё с этим хорошо. А он как зажигал, ну, прямо-таки зажигал его чем огнём? Или это было какое-то там магическое... Вечно горящий посох. Там у него даже один раз бог огня жил в том посохе, потом на аллатара это дело заменили. Его посох заслуживает своей отдельной библиотеки. Библиотеки. Заметьте, я не говорю том, не говорю книгу, библиотеки. Столько мне попадалось гимнов и всего насчёт посоха Шукружа Рахмана. Так что, кто есть кто? Как она называлась скандинавской мифологией? Шио? Да. Фрейер? Она, не он, а она. Фрейер. Фрейер. Ну, и да, и нет. Это рада в основном проявлении. А именно Сива как называлась там? Она называлась богиня Сив или леди Сив, которая обозначалась как жена Тора. И зловредные марвеловцы до неё добрались. А это, ну, триглава? Триглава, да. Триглава, а не триглава. Ну да, триглава. Хорошо. И теперь у нас, хотя нет, это напоследок оставлено. Только я вот с параллитом не понимаю, почему пять? Потому что всех порвёт. Любую нечисть, которая откуда-то там где-нибудь вылезет, поймает, оружие возьмёт, всякие башкирует, четвертирует и так далее. Но параллита тоже Всевышний. В проявлении того, кто рубает всякую заразу. Так почему пять, а не четыре? Пока так, наверное. Хорошо. Радыгас, Сива и Шакра-Рахма. А почему он Флинс называют? Потому что Палинус они произносили как Флинс. А его имя как бога огня именно Палинус. Как Палинус. Что ты про каждого из них можешь рассказать? Радыгас, это воплощение Всевышнего, как князя, который одно время убил быка, который воплощался Чернобог и его голову. А как это проявлено в метроизме? Что стоит метро на бычьей клубе? Но это только на одном рельефе. А вообще в метроизме есть такая композиция, такая сюжетная линия, которая называется Таурекопия, то есть убийство быка. На многих метроистических рельефах изображено, есть допустим, что метро хватает за рога этого быка и ножом ему прямо горло режет. То есть вот в метроизме очень как раз подчеркивался сам процесс. Если здесь уже непосредственно изображено последствия процесса, то есть голова на щите, то там изображался сам процесс отрезания этой головы. Какие справы? Что еще можешь сказать? Ничего. Чего? Ну я больше не знаю ничего. А что тебе так плохо стало? Помедитувал на метро. И что? Ничего, мне стало плохо. Чего? Да мне плохо стало. Так. Не, все доброе. Так, просто зиграю. Что еще? Ну не знаю, это как втілення Всевышнего на нашей планете до втілення как Сарадгаста. Все еще можно. Хорошо, с Сарадгастом понятно. Что означают атрибуты, которые у него и на нем присутствуют? Ну, голова. А, чернобога. Бека чернобога на щите, на грудях, як символ перемоги. Хорошо, как Радагаста называли индусы и называют до сих пор? Данные про десять аватар ты знаешь? Ну, смутно. Ну да. Какие там есть? Кришна. Ну, что там нет Кришны? Десять аватар? Ну, это Стребога. Ну, они его засунули, да. Ну да. Но не с этого начинаются. Начинаются с... Не знаю, последователь. Манси, аватара, курма-аватара, вараха-аватара. Не слышал. Ну, перед мной был этот Стребог, но я не запоминал эти имена. Так вот, получается, что индусы также знают, что перед воплощением рамы, как того царя, который демонов на ланке успокаивал, он воплощался, как рама с топором. Они его называют еще паршурама, то есть рама, которая носит топор. Почему? Ну, потому что он рубил голову этой заразе. Топор одно из его оружий в этом проявлении. А какой заразе? Данава. Данава какие? Ну, ты же помнишь, что тогда, вследствие некоторых катастроф, у них купола посыпались, и они из-под воды повылазили на сушу. Они начали уничтожать местных европейцев. Европейцам стало это неинтересно, ну, славянам, то есть. Стало неинтересно, они обратились к Ра, Ра воплотился. Чернобог хотел их защитить, но не помогло. И он вместе с матушкой Макошью ликвидировали всю эту заразу. И помнишь, тогда мы с Корославом... Корослав не мог понять, как Чернобог там чего делал с воплощением. Помнишь тот сюжет? Ну, может, помню, но вот так не вспомню. Что с Чернобогом стало после того, как Всевышний его секир башкировал? Ну, то есть, что стало? Ну, перестал существовать в теле Бога. И что дальше? Глаз его еще там куда-то пошел. И что дальше? Чернобог является лжецом? Так что ли? Ну, как, тот демон ему поклонялся всю жизнь. А Чернобог не смог его защитить. Но он еще как-то воплотился. Как? Как защитник. Он воплотился, как сын того князя Данавов. И пошел служить в храм Роевита. И там был проповедующим, в общем, проповедником, который служил Всевышнему. И за это потом, когда Родегаст был как царь, он к нему обратился с просьбой предоставить земли для Данавов. И Родегаст предоставил. Кто здесь еще есть? Шива. А что ты про нее можешь рассказать? Что она дательница благодати. Хорошо. Какая философская осмысленность атрибутики, которая присутствует на изображении правия? Крылья как вездесущий вестник. Почему вездесущий вестник? Ну, потому что крылья как бы обозначают полет и быстроту. Ну, ты сейчас чуть-чуть взял от греческих штук. А вообще крылья, во-первых, крылья как крылатое солнце. Ну да, вот крылатое солнце, что значит тогда? Проявление Всевышнего в виде солнца Бога, где его крыльями является в одних философских концепциях истанбог и числобог, в других – белобог и чернобог. Также еще крылатое солнце, как солнечный диск, который лежит на теле матери птицы. Ну, Рада как носительница стила и словара. Ну, и учитывая, что есть изображение Одина, где матерь-птица у него на голове сидит и распростирает крылья, теоретически можно представить, что где-то просто она там сзади спряталась, а крылья вперед. Ну, это уже такой домысел, который не особо-то... Триединая корона. Причем сколько раз там триединство повторяется? Три. Вообще-то четыре. Потому что три едины каждый зубец, плюс она в общем три единая. Ну, а... А, ну я понял. Дальше, что у него со щитом? На щите есть четыре и восемь. Вообще-то девять, потому что это изображение чуть-чуть эффективное. Ну да, тогда... Ну, как четыре области, ну, сварка четверти, наверное, там... Ну и четыре проявления Всевышнего в каждой сварка четверти. Есть такое. И девять... Ну, не знаю, только ли это планеты, или, может быть, вообще, как... Девятка число завершенностей, там, всего-всего. Именно девять планет нашей Солнечной системы. Хорошо. То есть, и он, как в каждой из планет? И он, как Господин всех делителей. Кто си есть? К роду. Сын Шукра Рахмана, который объединил подвиг Шукра Рахмана и умение при Господе очень хорошо. Обустраивать славление и достиг Всевышнего. Ну да. И в каких-то обстоятельствах получил колесо, или как это назвать, перуна, и корзину... Получил власть над кругом жизни, и получил власть над вселенскими дарами благодати. А вселенские дары благодати от стри Бога? А рыба от кого? Белец. И еще здесь также знак, что это тот Бог единственный, который может стать заступником любого человека, который в эпоху рыб к нему обратится. Многие боги отказались слушать молитвы, даже хрюшек. Ну или не даже хрюшек, а именно хрюшек. А он любого, у кого хватит осознанности к нему обратиться и попросить какой-то помощи, он поможет. Уже эпоха Водолея пошла. Что? Уже эпоха Водолея пошла. Ну, теоретически. Это кто? Не знаю. А как ты думаешь? Ну, тот, кто держит Солнце и Луну. Не Солнце и Луну, а только Луну. Только Луну, да. Ну, тогда Бог Луны. Да. Это, кстати, подтверждается его ушками крысинами. Что еще сказать? То, что он еще покровитель цикла времени, которые определяют бытность на нашей планете. Поэтому его также можно рассматривать в качестве того, к кому ты можешь обращаться из богов, допустим, или чтобы он тебя вел. Ну, не советую насчет него. Или, допустим, чтобы он тебя экзаменовал, это было бы нормально. А вот, кстати, тут я привожу вот то львовское изображение и изображение откуда? Ну, из Америки. Ну, да, из Америки. Откуда, точнее, я не могу сказать. Теонака. Теонака. Кстати, смотри, видишь, кто у него там по бокам? Во-первых, из его пирамиды как бы тоже растут два каких-то существы. И держит он два каких-то змееобразных существы. И здесь целая армия крылатых существ. Вот как тебе, если отбросить стилистику эту, растительную, и вот эту, специфическую, то как ты думаешь, отличий много? Всё об одном. Ну да. А видишь, как здесь еще изображена его многопроявность? Видишь, здесь его голова, обнамент из змей и опять голова. Это знак того, что он сам через себя перерождается, по сути. А здесь, смотри, у него из головы растут как бы перья, но они заканчиваются или головами животных, или заканчиваются солнечными дисками. Как тебе вся эта символика? Очень качественно. Отдаю на осмысление. Ну, это не Адам, однако покажу. Вот это то, что находится в Музее русской культуры имени Андрея Рублёва в Москве. Два креста. Они позиционируются как христианские кресты. Однако, во-первых, на них нет труб, а во-вторых, по ряду параметров они соответствуют знаку Ротайи, трехславной Ротайи. И также на них присутствуют знаки звен Бога Нефертума. Здесь более схематично, здесь более развернуто, однако, по сути, то же самое. А как тебе это? Видишь вообще всю прелесть этого? Ну, много прелестей. А именно? Трезуб в центре. Их проявы Всевышнего, как бы идти по значению Христом. Ну да, однако. Вот здесь вот как раз солнечный крест, видишь? Видишь? Но я изучал символику вот этого креста, я пришёл к выводу, что здесь наложение символики вот той пирамиды, которая в начале мироздания, и символики развернутой сварги. То есть мы представляем сваргу как пирамиду, а потом берём, как бы её разрезаем по граням, и грани эти разворачиваем, а сверху как раз триединый Рот в виде трезубца. Но в виде трезубца он также изображается на той первой пирамиде, которая над Дхамой, там где лучи. То есть здесь наложение этих двух идеи одного на другую. А чему Христы в кожном крови? Крест как существо живого. Ну да, но ещё на четыре каждую разворачивают. На четыре или, допустим, АР, то есть живое существо, живое существо. В центре Ра, по бокам АР, живое существо. Узнаёшь? Узнаёё. То есть кто? На троне Радогаса. И? Бедным Чернобог. Видите, здесь вообще интересно сделано. То есть если на митроистических, то он его то топчет, то режет, однако он Чернобога на царское собрание не приглашал. И хронологически вот этот совет воплощённых богов, он был намного позже, чем зарезание Чернобога. Более того, здесь даже изображён тот Чернобог, который переродился уже. Хотя здесь Чернобог, это же склён с Истанбогом. И здесь вообще куча глюков. Я ещё потом к этим пантеонам буду возвращать твоё внимание многократно. Так что медитируй. Если в книгах тебе что-то такое попадётся, осмысляй. В каких книгах? В лотосель мира. И мне таскай, если что-то попадётся. Похоже. Из древних летописей славянских. Вдруг там у кого-то из них мозги случайно появятся и завтра. А это сможешь узнать? Это тоже что ли это? И ты абсолютно прав. То есть это также из древних летописей. То есть видишь, не надо что-то такое придумывать, как сейчас многие товарищи делают. Всё есть у нас, все изображения есть, данные есть, боги есть, веды есть. Главное, чтобы мозги были. Дайте мозгу. Не заражайся. Нет, так маски уже даны. Что? Надо просто пользоваться. Так вот, я образно говорю, что ему мозгов не хватает, а он начинает становиться, боги, дайте мне мозги. Я уже, надо будет мне его как-то достать, хотя опять же, я его достану, он тогда скажет, боги, не давайте мне мозги, и что это будет? Нету серьёзности. Что? Мясо уже не ест. Опять же, говорит, что вроде нет. Нет. Да ты чувствуешь. А там куська его знает, что он творит. Но жену оскорбляет там, и так далее. И глючит очень часто. Так что? Пока я его классифицирую как тупую фрюшку, о чём мы ему с прискорбием каждый раз сообщаем. Но, поскольку ты всё-таки осознанный человек, то переходим к вопросу выбора. Кого из богов ты выбираешь, чтобы обращаться к нём в медитации? КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ